Сказал Дмитрий, мне действительно зовут Евгений Усвицкий, и я собираюсь рассказать про OpenStreetMap. В общем, что это такое и вообще зачем оно нужно. Многие из вас, присутствующие здесь, это и так знают, но, тем не менее, повторение моего течения, я думаю, что это всем будет полезен. OpenStreetMap это большой международный проект, посвященный созданию всеобщей карты мира. Это на принципах похожих на джеймской Википедии, то есть, когда любой пользователь может совершенно бесплатно зарегистрироваться и создавать геоданные, а другие пользователи могут эти данные исправлять, удалять, добавлять к ним что-то, то есть, все абсолютно открыто, бесплатно, и эти данные могут потом во всех мыслимых и немыслимых форматах получить и использовать как душе угодно, в том числе и продавать. Проект действительно крупный, он на вчерашний момент насчитывал почти миллион шестьсот тысяч пользователей по всему миру. Российское сообщество, оно самое большое внутри, до проекта, но на данный момент это где-то больше двадцати одной тысячи человек. Второе по размеру сообщества, кстати, в Германии, если кому-то интересно. Эти пользователи с момента начала проекта, которое произошло в 2004 году, то есть, в этом году проект отмечает 10 лет, было создано вот такое невообразимое количество данных, то есть, это почти 2 миллиарда 300 миллионов точек, 227 миллионов линий и огромное количество GPS-треков загружено, создано, нарисовано там количество измеряющихся сотнями тысяч домов, улиц, дорог и так далее. В чем простота создания данных в OpenStreetMap? Данные можно в OSM собирать разными способами, более подробно про это расскажут следующие докладчики, я вкратце расскажу, а на данный момент основным способом нарисовать что-то являются спутниковые снимки. На момент, когда проект создавался, спутниковых снимков было не очень много, они были не настолько детальны, и поэтому тогда более активно использовались GPS-приемники, рисование даже просто на основании каких-то других данных. Сейчас все-таки спутниковые снимки всем более понятны, более простые, открываешь страницу, загружается снимок, его можно сразу же обрисовать. Поэтому большинство данных, которые создаются сейчас, они создаются именно таким способом, тем более, что спутниковых снимков становится все больше и больше, они становятся все более качественными, все более современными, и поэтому рисовать по ним становится еще проще. Для облегчения этой работы существуют специальные редакторы, которые позволяют фактически рисовать по снимку и сразу тем линиям и точкам, которые нарисованы, приписывать атрибуты, которые необходимы. То есть, что эта линия, например, это дорога, у этой линии должно быть имя, название дороги и там какие-то еще параметры. Поскольку OpenStreetMap является проектом открытым, то набор параметров не фиксированный. В отличие от других карт и других географических баз данных, в OpenStreetMap могут храниться данные любые. Соответственно, скажем, у той же дороги могут быть параметры не только там название и то, что это вообще дорога, а указана ширина, количество полос, покрытие, асфальт это бетон, щебень и так далее. Может быть указана любая информация. В принципе, в том числе и та, которую человек хочет донести до других. То есть, например, у тех же дорог бывают параметры проезжаемости. То, на чем можно по этой дороге проехать. Скажем, у зимников, дорог, которые доступны только в зимнее время, у них есть параметр времени действия. То есть, с какого месяца по какой они вообще существуют и так далее. То есть, этих данных, по большому счету, в других каких-то источниках найти очень сложно, если вообще возможно. Вот, собственно, на картинке здесь небольшой набор основных параметров, которые могут быть указаны у дороги. То есть, это то ограничение, так называемое, которое накладывается на дорогу. То есть, может быть, велосипедная дорожка, по которой только велосипедом разрешено ездить, может быть, автомагистраль, по которой только машина. Односторонняя она или нет, покрытие, которое у нее есть, ну и так далее. Вот. Кроме того редактора, который я показал, это наиболее такой простой и доступный новичкам редактор. Существует еще более сложный и продвинутый редактор, в котором уже можно редактировать прямо действительно сами данные. И с ними их обрабатывать разными способами, в том числе и достаточно сложными. Ну и, собственно, вот те самые GPS-приемники, с помощью которых первые данные в проекте были собраны и с чего все начиналось, собственно говоря. По большому счету, сила проекта заключается в том, что каждый его участник рисует что-то не очень большое обычно. Обычно это вообще территория, которую он хорошо знает. Это место, где он работает, место, где он живет. И ему хочется, чтобы это место, к которому он как бы имеет отношение, оно хорошо выглядело на карте. Оно было хорошо прорисовано. И поэтому обычно самыми качественными прорисованными местами в городах являются места, где вот живут участники. То есть их дворы, там их места работы. И поскольку, если участников много в этом городе, то каждый нарисует немножко, а потом получается карта всего города, который получает очень качественно. Вот это, например, один из таких вариантов. То есть это жилые дома, у которых указана высота, на которой нарисована форма. Во дворах указаны дорожки для автомобилей, татуары, газоны. То есть вся информация, которая в принципе существует, в реальности отражена. Ну, возможно, там еще, конечно, можно было нарисовать деревья. Хотя вот здесь можно видеть, что одно дерево нарисовано. Наверное. Может быть, в этом двоих других деревьев нет. Может быть, просто еще не дохли руки у автора. Но вот, соответственно, в соседнем квартале вовсе зависит, что там только дома нарисованы. Причем, по очевидности, у них не указана даже высота. Суть по тому, что они одинакой высоты, автоматически проставлены. Но если бы там кто-то тоже жил из участников проекта, то тот двор, тот квартал выглядел бы, наверное, так же качественно и хорошо. А в том квартале главное разведывательное управление, там никто не живет. Ну, там они тем более лучше знают про карты, чем мы могли бы нарисовать. Поэтому, по большому счету, если много участников нарисуют что-то свое маленькое, то в итоге получится вот очень качественная карта, которая всем будет полезна. В этом и сила, и слабость проекта. Потому что, в отличие от коммерческих карт, которые, да, в них могут быть ошибки, они могут не обновляться месяцами, даже годами, в них можно представить себе, что если данные есть, то они примерно равномерно распределены. То есть, если это город, и в нем нарисованы улицы, то можно ожидать, что эти улицы будут нарисованы все, ну или почти все. Если в этом городе нарисованы улицы и дома, то тоже можно ожидать, что эти дома будут нарисованы по всему городу. А в OpenStreetMap, поскольку тут рисуют участники совершенно разные и у подавляющего большинства у них это хобби, то один квартал может быть нарисован качественно, а на втором квартале не может быть домов вообще. И поэтому, конечно, для определенных сценариев использования такая разнородность данных может быть не очень удобной и мешать. Но что есть, то есть. Это особенность проекта, которую просто необходимо понимать и с которой необходимо считаться. А с другой стороны, это позволяет рисовать совершенно разные места, то есть, опять же, если сравнивать с коммерческими картами, которые в основном рассчитаны на коммерческих потребителей и, соответственно, покрывают в первую очередь только города, причем чем крупнее город, тем лучше. Здесь рисуются совершенно разные места, начиная с дач, опять же, если там кто-то живет, а даже если кто-то не живет, просто человек увидел на спутниковом снимке дачный поселок, ему захотелось его нарисовать, чтобы он выглядит в России. Он его нарисовал. Это могут быть дворы, на карте могут быть нанесены организации с их контактными данными, вплоть до телефонов, времени работы и так далее. Могут быть нарисованы всякие вещи, которые на коммерческих картах, скорее всего, будут отсутствовать, но, тем не менее, очень полезны для вообще использования. Там заборы могут быть нарисованы, тропинки, тропинки в лесу, как известно, полезны и для велосипедистов, и для пешеходов. Заборы в городе, тем более, потому что можно понять, можно вообще пройти через этот двор насквозь или нет. И так далее. Поэтому сами себе данные, они получаются хорошими, если кто-то все-таки возьмется их рисовать. И вторым отличием, таким заметным от коммерческих карт, является то, что, поскольку данные открытые, то их может взять кто угодно, и, соответственно, кто угодно может их превратить во что угодно. Поэтому карты существуют в совершенно разных форматах. Это могут быть печатные карты в совершенно разных стилях, как и угодно. Потому что стили могут быть как общие карты, физические, политические, к которым мы привыкли, так и специализированные карты, на которых выделены какие-то важные для того человека, который подготавливает места или важные объекты. Это могут быть карты для навигаторов. Опять же, если формат карт-навигатора известен, то в него можно сконвертировать карту OpenStreetMap, поэтому существует большое количество карт из OSM, сделанных для Garmin, для Navitel и еще нескольких навигаторов, я потом позже об этом скажу. Это тоже, соответственно, может быть, в отличие от карт Google и Яндекса, в которых, как известно, с ними тяжело работать, если нет интернета. И вообще, поскольку, опять же, данные открыты, то эти данные можно просто брать, обрабатывать, что-то из них делать, использовать в своих каких-то программах, в своих исследованиях. На Западе очень много в университетах, на специальностях, где работают с географическими данными, географы, геологи. Они используют в качестве исходных данных именно OpenStreetMap, потому что это сами все данные качественные, хорошие, они бесплатные, и не надо ничего дополнительного каких-то коммерческих компаний просить или покупать, тем более. И поэтому на основании ОСМ очень много существует исследований, таких научных просто. Начиная с анализа плотности населения в разных странах, на основе количества домов нарисованных, анализа доступности транспорта общественного и так далее. Все, что, в принципе, можно привязать так или иначе к карте, исследовалось уже на основе ОСМ. Дальше пойдут красивые картинки в основном, как уже вторая часть. Моего доклада про то, как это можно использовать. Начнем с просто карт, с которой мы привыкли видеть у того же Google и Яндекса. То есть это онлайновые карты, которые можно смотреть, приближать, удалять. Это один из стилей таких карт. Онлайновая карта, как вы видите, плюсики и минусики, у Google есть. Ее можно пользоваться как совершенно обычная онлайновая карта из того же Google. На ней выделены места в Сан-Франциско, полезные для туристов. То есть это рестораны, тут вилка с ложкой нарисованная, какие-то интересные места, достопримечательности. То есть вот обычная такая карта. Вот там заодно еще показан адрес одного из таких мест. Это карта Лос-Анджелеса, сделанная из тех же самых данных, ну, из того же самого OpenStreetMap, но, как видите, с совершенно другим стилем, который определяется исключительно желанием автора этой карты сделать красиво. То есть здесь вот добавлен рельеф, здесь сам себе стиль карты другой. Но это точно такая же онлайновая карта, ее можно приближать, удалять, вставлять куда-то на сайт и так далее. Вот это неполный список навигаторов, для которых существуют реальные работающие конверторы в их формате, и поэтому для них могут быть карты OpenStreetMap скачаны. Вообще люди, которые навигаторами пользуются, они в основном любят замещать официальные карты, картами основанными на OpenStreetMap, потому что OSM, поскольку наполняется пользователями, он зачастую гораздо точнее, во-первых, а во-вторых, гораздо более актуальный. Потому что пока создатели гармоновских тех же карт доедут до улицы и выяснят, что она закрыта, или что-то, наоборот, построили новую, могут пройти месяцы, могут пройти годы, и они еще за это денег попросят за обновление карты. Здесь существует ни один, ни два случая, когда в тот же день, когда улица открывается, допустим, какая-то, или наоборот, на ремонт закрывается, то эти изменения отражаются в OSM, и поскольку в основном карты для навигаторов генерируются каждые сутки, соответственно, на следующие сутки вы уже можете иметь карту, которая будет отражать все актуальные изменения в дорожной сети. И это, конечно, очень удобно. Кроме вот таких общих карт, которые я показывал до этого, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе существуют специальные карты, то есть карты, на которых выделены какие-то специальные, важные для ее автора вещи. Вот это, например, специальная карта, освещенная, опять же, она онлайн, мы абсолютно, то есть ее можно пробежать, удалять и делать все, что угодно таким образом. Это карта горнолыжных курортов и вообще вещей, которая связана с горнолыжным спортом. То есть там на ней специально отдельно выделены подъемники, места, где можно взять в аренду оборудование, там, например, сноуборды, горные лыжи, различные спасательные службы, где находятся, дорожки, трассы сами по себе нарисованы. То есть вот эта вот прерывистая линия, это линия уникальюра, а синие и красные, это нарисованы сами трассы, причем они нарисованы обычно очень хорошо в соответствии с уровнями этих трасс по сложности. То есть эту карту можно использовать как карту для навигации, для какого мы его предложим курорт. Обычно на таких курортах, если что-то есть, то это какая-то схема. А здесь это реальная карта, которой все эти данные привязаны к конкретно географическим местам. Это карта, посвященная парковкам. То есть, к сожалению, здесь не очень хорошо видно, но здесь вдоль улиц вот идут такие зелененькие, красненькие, другого цвета полоски, которые нарисованы в легенде. Они указывают места, где вдоль улицы можно парковаться, где нельзя, кому можно, то есть в зависимости от цвета, это, соответственно, могут парковаться только жители, может быть временная парковка или постоянная. Тоже, соответственно, если эти данные нарисованы, они будут отражены на этой карте, и люди, приезжающие, скажем, в город, могут посмотреть, где они могут встать, где они могут уже заранее. Это велосипедная карта, то есть ее создатель, который живет в Англии, он заядный велосипедист, что он хотел на карте показать все вещи, полезные для велосипедистов. То есть на ней специально выделены цветом веломаршруты официальные, европейские, европейского уровня, городского уровня, и всякие, опять же, полезные для велосипедистов вещи. Картанчик с питьевой водой, места проката велосипедов, места ремонта велосипедов и так далее. Тоже человек, который пользуется велосипедом, ему эта карта может быть полезна. Помимо этого, карта, ну, точнее, данную про стиркнепку, в первую очередь, карты на них основанные, используются достаточно активно в мониторинге общественного транспорта. Причем как на Западе, так и у нас в России, поскольку в России. По законодательству у нас весь общественный транспорт должен быть оснащен ГЛОНАС-оборудованием и передать свои координаты. Вот начинают появляться порталы, к которым эта информация все-таки начинает показываться. Одним из первых был портал общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Они достаточно качественно подошли к разработке этого портала. То есть, они взяли не просто карту, а взяли именно данные и сделали свой стиль, на котором показывают движение маршрута общественного транспорта. Они сделали свой роутинг, то есть, сами считают, как ты можешь добраться от одной точки к другой с учетом, опять же, общественного транспорта. И вот на сайте, если зайти, то можно посмотреть маршруты, которые, какой троллейбус, где едет и где остановятся, там отмечены остановки. Очень такая полезная вещь. Вот представлены все виды общественного транспорта в Санкт-Петербургах, включая экзотическое для нас водное такси. Но этот портал не единственный, просто это такой один из первых в России и, можно сказать, наиболее качественный. Кроме них существует много достаточно порталов по другим городам, в Бийске. Здесь они уже сами данные не брали, они брали просто карту, как картинку, но все равно на ней отображают разные маршруты, даже пытаются прогнозировать время прибытия на остановку. Вот можно посмотреть на онлайновой карте, как все автобусы, троллейбусы ползают по этой карте. Лондонское метро, вот тоже есть такая карта, вот, к сожалению, совсем плохо видно, но на самом деле это такая полудизайнерская карта, на которой, с одной стороны, отображаются реальные данные, получаемые от Министерства транспорта Лондона, а с другой стороны, ее внешний вид, он очень напоминает карту, которая была в последнем фильме о Джеймсе Бонде, Скайхолл, такая красная линия, и вот точки с номерами поездов, вот они по этой карте ездят, и такая красивая визуализация получается. Это тоже специальная карта, причем на этой карте отражены две таких важных вещи для OpenStreetMap. Во-первых, вот все эти красные точки, это отмечены пожарные гидранты. Пожарная служба города Сочи и окружающих территорий открыла для себя OpenStreetMap, и им очень понравился проект, и они решили отмечать на карте данные о всех гидрантах, которые у них есть, потому что до этого они ездили с бумажными картами, им неудобно, пока в этой карте что-то найдешь, куда в какой-нибудь деревне надо поехать, чтобы этот гидрант найти. Здесь они вносят на карту все свои гидранты, и уже собираются ездить с планшетами, точно знать, где этот гидрант находится. Поэтому вот они нанесли свои гидранты, они нанесли пожарные части, вот отмечены домиками, такими, и собираются вообще продвигать это внутри МЧС на всю Россию, потому что вот им очень нравится, и такая очень удобная вещь. А второе, что здесь важно, это, вот, собственно, район Сочи, который был прорисован очень качественно, причем многие, скажем, зарубежные обозреватели, когда были Олимпийские игры, они думали, что эти данные все были внесены как раз к Олимпийским играм. На самом деле это не так, он был так прорисован, в принципе, еще 4 года назад, просто вот потому, что там живет несколько человек, которые активно рисуют, которым вот хочется, чтобы их район был хорошо нарисован. Поэтому там действительно очень качественно были нарисованы как сами по себе города, так и Олимпийские объекты. Поэтому карта ConstraintMap была, ну, наиболее точной. С Google вообще ее тяжело было сравнивать, потому что у него было вообще очень плохо нарисовано все Олимпийские объекты и сам себе Сочи. У Яндекса было лучше, но все равно здесь было наиболее качественно. Поэтому, когда какие-то мероприятия проходили, то там отмечали, что вот в ConstraintMap данные лучше всех. В том числе эти данные и вообще карты ОСМ использовались и в разных официальных и неофициальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой. То есть, например, на картах ОСМ отображался маршрут Олимпийского огня, в разных городах отображались места, где будут закрыты улицы в связи с этим и так далее. То есть, карты очень активно используются, в том числе и в этой недавней нашей части истории. Дальше идут уже не специализированные, а такие больше дизайнерские карты, которые с одной стороны карты, а с другой стороны просто такое интересное развлечение для людей, которые обладают дизайнерскими вкусом и способностями. Вот это карта, сделанная, естественно, от данных ОСМ в пиратском стиле, в стиле таких старых карт. Причем эта карта, если я не ошибаюсь, 2010 или 2011 года, через год Google на 1 апреля сделал свои карты вот в таком стиле. Но наши карты были где-то. Опять же, это абсолютно онлайновая карта, ее можно двигать, перемещать. Просто я выбрал именно эту часть океана, потому что это самые городские места. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и все остальное. Вот эта карта уже в другом стиле, это уже на акварель получается, но если вы приглядитесь, то можете заметить, что это на самом деле Кремль и окружающая часть Москвы. То есть, опять же, это карта на весь мир, сделанная в таком стиле. Можно найти свой домик на ней, как он выглядит в таком стиле. Понятно, что по ней очень сложно ориентироваться, тем более в незнакомых местах, но как способ достать эстетическое удовольствие, она вполне подходит. Вообще, поскольку данные открыты, то существовали несколько компаний, которые занимались именно тем, что предоставляли одни и те же данные в разных стилях, в зависимости от запросов клиента. Вот одна из таких компаний была CloudMate, основанная основателем проекта OpenStreetMap. Вот они на своем сайте демонстрировали, как они совершенно одни и те же данные могут представить в разных видах. Это действительно центр Лондона, который в разных видах мог быть для клиента показан на его сайте, в зависимости от дизайна сайта и так далее. Другим таким примером могут быть карты от компании Mapbox. Это центр Нью-Йорка, Манхэттен, в стиле комиксов, который они сделали. А это тот же самый Манхэттен, тот же самый Нью-Йорк, в таком карандашном стиле. Кому-то, если захочется, то он может на сайт поставить карту в таком виде. Дальше использование карт в гуманитарных проектах, в социальных проектах, в общественных проектах. Это тоже очень важная такая часть использования ОСМ, потому что, ну, по разным причинам. Во-первых, потому что там можно отражать те данные, которые нельзя показать в других местах. Во-вторых, потому что эти данные можно оперативно исправить, если что-то необходимо для этого проекта. И поэтому достаточно активно эти карты использовались и используются, в том числе и в России. Вот в качестве российских примеров я могу привести демонстрацию результата выборов в Госдуму, которые были взяты официальные данные и нанесены на карту с разбиением по избирательным участкам, по избирательным кругам. Многие из здесь присутствующих этим занимались лично. Кроме того, это пожарная карта, карта, на которой компания Scannex с помощью данных полученных со спутниковых снимков демонстрирует, в каких местах сейчас существуют лесные пожары. И это можно наложить на спутниковый снимок, а можно наложить именно на карту, посмотреть, где находятся там какие-то населенные пункты, если они рядом с этими пожарами, существует ли для них опасность какая-то и так далее. То есть можно посмотреть, не угрожает ли огонь деревня вашей бабушки, в которой вы проводили лето в детстве. Это уже западный пример, это такой глобальный пример, несмотря на то, что ему уже в этом году 4 года будет, 2010 год, но с тех пор началось такое активное использование карт именно для таких гуманитарных и проектов, связанных именно со стихийными бедствиями, скажем так. То есть вот это карта Гаити, города Порто-Пренс, столица, страны, которая была в УСМ до землетрясения, которое там произошло в 2010 году. А когда землетрясение произошло, то там, как известно, погибло очень много народу, там было разрушено практически весь город, и это стихийное бедствие очень активно освещалось в СМИ по всему миру, и пользователи OpenStreetMap решили вот как-то улучшить, потому что в Гаити страна бедная, страна, им не до карты было в тот момент, а было понятно, что туда приедут спасательные службы различные, волонтеры различной международной организации, им надо просто карту. И поэтому сообщество, поскольку OpenStreetMap большое, международное, то каждый нарисовал бы чуть-чуть, и в итоге вот за сутки оно получилось вот таким. Эта карта с тех пор использовалась и используется до сих пор, как основная карта страны, по ней работают и международные организации, которые там до сих пор еще остаются, и уже государственные службы города и страны. Они используют ее как основную карту, потому что в ней отражены и старые все объекты, которые были, и те изменения, которые произошли уже после землетрясения. Там есть специальная группа людей, которые эту карту поддерживают, уже из местных, а не каких-то там удаленных пользователей, они отражают уже все действительные изменения. Вот с тех пор, как это произошло, стало понятно, что используя ее вот в таких стихийных бедствиях, когда нужна карта, особенно в тех местах, где ее нет вообще, или она плохая, то это очень такой важный аспект OpenStreetMap. Была создана даже отдельная организация, такая гуманитарная, которая занимается только этим, то есть именно работая с данными в случаях, когда что-то происходит. Называется «Хьюминитарийный монстрэтмаптим», я вот одним из членов ее являюсь. Поэтому с тех пор вот она используется, эта карта, в таких вещах. Там я дальше еще покажу, несколько примеров тоже оттуда. А в России такого стихийного бедствия, к счастью, как в Гавкайте, не было, но было что-то подобное, было, как известно, наводнение в Санкт-Петербургском крае, на Кубани, и тогда у нас было такое, ну, меньшего масштаба, но тоже похожая ситуация. То есть уже российское сообщество OpenStreetMap, оно собиралось вместе и рисовало недостающие данные в тех станицах и в городах, которые были затоплены. Потому что волонтеры, которые туда поехали в большом количестве, они не ориентировались в, естественно, незнакомых городах, а те карты, которые были, которые они могли это получить, поскольку города маленькие и не сильно посещаемые, это максимум там туристические карты, с которыми очень сложно работать, на которых не найдешь нужный адрес и так далее. Поэтому вот помимо того, что были созданы карты городов, еще эти карты использовались на всяких онлайн-ресурсах, посвященных помощи этим пострадавшим регионам, где координировалась работа волонтеров, и, в общем, эти карты были практически единственными тоже, поскольку ни Google, ни Яндекс не обладали картами нужного качества. Вот, собственно, это вот один из примеров. Это точки, каждая точка, это какой-либо запрос о помощи со стороны местных жителей. Вот там собиралась в единую базу данных и с помощью геокодирования привязывалась к конкретным точкам, как на карте, чтобы волонтеры, которые там могли выезжать куда-то, скажем, сюда, они могли понимать, что они могут там несколько заявок выполнить данный момент, скажем так. Из совсем недавнего, это вот присутствующий здесь Илья организовывал такую онлайновую встречу, онлайновый проект по обрисовыванию Крыма. Когда произошли всем известные события, то с политической точки зрения было еще ничего не понятно, но для нас было понятно, что есть как бы место, где живут люди, а с картами там не очень хорошо, то есть там нарисованы крупные города, естественно, были, а все остальное так не очень хорошо. И поэтому просто вот, опять же, участники российского сообщества собрались и рисовали все, что там, Магбина, Спутникова, Снимка и из других источников найти и в итоге нарисовали так вот более-менее детально Крым. А вот здесь показывают, каким он был до этого, а вот все остальное вот тот, каким он стал. Там было нарисовано огромное количество полей, домов, линий ректор-передач и остальных таких интересных объектов. Поэтому это тоже важная часть. Это, вот опять же, возвращаясь к работе именно с стихийными бедствиями, это существующий и проходящий прямо сейчас проект университетный актим. В Западной Африке сейчас вспышка лихорадки была, которая затрагивает несколько стран. И врачи без границ, которые там работают, попросили сделать им карту. Потому что там, ну, это Африка, вы понимаете, что там с картами не очень хорошо. Тем более, что вспышка происходит в том числе и в деревнях, в которых там карт не было никогда. Поэтому для этого были предоставлены спутниковые снимки и опять же, вот сообщество OpenStateMap и сообщество более маленькое, но более активное внутри уже самого хода, они с 23 марта рисуют собственно карту тех мест, где были запрошены эти данные. С того времени нарисовано было больше 200 тысяч домов, потому что для врачей без границ было важно понимать, какое население может быть потенциально затронуто в результате всего этого дела. И вот это квадратики, каждый квадратик это какая-либо изменение, сделанное в карте данной местности. Всего вот за 23 марта, то есть меньше, чем за месяц, там было сделано больше 4,5 миллионов правок этой карты. Евгений, такие страны, ты не помнишь? Какие именно страны? там сейчас не смогу назвать, там на сайте есть список. Вот, значит, кроме этого всего перечислено выше, карты ОСА могут использоваться просто как карты для того, чтобы показывать на них какие-либо данные, просто для визуализации данных. вот, это пример, когда на карту Окленда накладываются данные по преступлениям, по официальной статистике полиции, какие преступления когда совершаются, там, можно смотреть, отфильтровать по дням недели, по времени суток, по серьезности преступлений, можно понять, где стоит селиться, где не стоит, где там, имеет смысл ходить по вечерам, где лучше не стоит и так далее. Просто сами себе данные ОСМ здесь используются как карта, именно, не как данные, но, тем не менее, все равно это полезная вещь. Хотя эти данные от полиции можно было, понятно, наложить на карту того же Google или чего-то еще. Это уже больше использование именно данных, а не карты, потому что это официальная карта Департамента Транспорта Лондона. Они, пытаясь пересадить жителей Лондона на общественный транспорт, пытаются доказать, что можно на нем доехать до определенных мест быстрее, чем на автомобиль. Поэтому у них на сайте можно выбрать две точки, выбрать время суток, в которое вы поедете, и они покажут, сколько времени займет машинная дорога и сколько времени займет на общественном транспорте. А кроме того, у них есть такая карта, которая показывает, сколько времени потребуется добраться до каких-то определенных мест. Скажем, в качестве исходной точки здесь выбрано само здание департамента, и указано, сколько времени общественным транспортом займет доехать до какой-либо района города. Человек может сразу визуально понять, опять же, где ему стоит арендовать квартиру, если он будет жить и работать в каком-то месте, где-то не стоит, и так далее. Еще карты используются для всяких проектов типа бегущего города, который скоро будет. В прошлом году, позапрошлом году бегущий город, его карты, которые были, которые сдавались участникам, это были карты именно взятые из ОСМ, потому что там зачастую отмечены вещи, которые не отмечены на коммерческих картах. Но это не только в России существует, существуют и западные проекты, которые тоже посвящены каким-то городским играм с ориентированием. Существуют в том числе и специальные сайты, которые позволяют эти карты генерировать и для этих игр можно отметить точки, которые тебе нужны и там, и стиль карты выбрать, и уже тебе, как организатору, получается готовая карта, которую ты можешь раздать в чайку. Это уже просто такие красивые картинки, потому что вообще это карта, она очень черная и поэтому ее плохо видно. На самом деле это карта Сан-Франциско, а вот эти вот линии, которые на нее наложены, это один из дизайнеров взял данные со своего GPS-трекера, с которым он бегает по утрам и наложил на эту карту места, где он бегает, а ширина линии и их цвет зависит от его сердцебиения, в тот момент, когда он пробегает это место. Такая красивая визуализация. не сильно, наверное, полезная, но красивая. Это тоже относящееся к дизайнерским стилям, это деревянном стиле сделанная карта вот конкретно город Бостон. Там все такое из деревянных кубиков и как будто выжжено по дереву стиль. Тоже просто красивое и такое интересное упражнение с тюрьмой дизайном. Это уже Аспа, это Хладинское поле, там вот, опять же, ее очень хорошо видно, но там есть домики, которые нарисованы как домики. То есть они не просто квадратские на карте, а у них есть внешний вид, то есть вы можете когда на само Хладинское поле попасть, вы их можете узнать, потому что они нарисованы как отражающую действительность. В отличие от многих других, которые представляют прямоугольные коробочки. это опять же тут плоховато видно, но это такая совсем уж дизайнерская штука, это карта ветров, которая в реальном времени показывает, где и как дуют ветры на территории США. Она такая волосатая немножко, то есть там линии очень много тоненьких, которые изменяются, живут взаимно от того, как, куда, в конкретном месте дует ветер. Можно это показывать США вообще, а можно приблизить на конкретный город, посмотреть там, где там он дует. Вот опять же по направлению этих линий, по силе, по толщине можно посмотреть, какой силы ветер и его направление. Вот, это тоже визуализация данных, там много-много процентов указано, это доступность продуктов для ритвия США в различных городах. Тоже как данные ОСМ здесь не используется, здесь используется именно карта, но поскольку в отличие от неоднократно упоминавшегося Google и Яндекса, эта карта может быть в совершенно разном стиле сделана, вот здесь она такая очень контурная и примерная, но зато ярко видны сами данные. Можно понять, проанализировать, это вообще визуализация данных, привязанных именно к карте, она очень во многих случаях помогает, во-первых, по другому взглянув на данные, а во-вторых, проанализировать их, даже если их очень много. Вот, в том числе еще ОСМ используется в разных играх, в том числе и компьютерных, и для мобильных приложений, вот эта игра для айфонов, айпадов, там взят реальный мир, сделан стиль опять же такого волшебного королевства, и ты, живя в своем городе, там борешься с людьми, которые живут в других городах, защищаешь свое королевство, и вот такая геопривязанная игра получается наверное очень интересная. Судя по количеству скачиваний и рейтингу, она не особо кому-то понравилась, но тем не менее использование данных тут имеется. А собственно ну вот это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Вопросы? Вопросы? Не стесняемся. Был отличный пример, спасибо за первую презентацию, был отличный пример про общественный транспорт в паре городов. Да, там в Сербурге биск. Да, биск, биск, там биск. Есть что-то подобное для Москвы? Делается. Да, вообще делается. Кем? Департамент транспорта с Яндексом, ну там на уровне исполнителя и полной непонятки, пока Дептранс эти данные свободно так не дает. Вот и все. То есть там ну фактически мы сошлись на том, что банально в Дептрансе Москвы сейчас некому на этом немного подзаработать денег кому-то своим, поэтому проект стоит. Вот и все. Все есть. пока просто нету человека, у которого есть бизнес немного с этим связан для того, чтобы они его быстро сделать. Для этого в Москве есть все. А Яндекс же уже вроде был под Москвой где-то там еще какие-то? Какие-то да, там где дают, но не Дептранс Москвы. А с Дептрансом Москвы у них ситуация именно такая, то есть сами разработчики говорят, что да, что да, мы как бы москвили. А это именно на Open Street Map? Нет, не на Open Street Map. С ОСМ безблаба первоначальная идея сделана на ОСМ, потому что первоначально предполагалось взять технологии, на которых построен портал общественного транспорта Санкт-Петербурга и чтобы та же самая компания делала то же самое для Москвы. Обычно в России этим занимается N2M Telematica. Они там и Рязань, у них там Барнаул и все прочее. Эта N2M Telematica, вот эти целевые программы под ГЛОНАСС, ФЦП, они за большие деньги делают это на город. И в Самаре сейчас появилось тоже прикольно, они все очень-таки довольные, даже пересели массово с автомобилей на троллейбусы свои. На Москву просто никто не это. Нету тех, кто готовы немного поделиться денежками и сделать. А пешеходные потоки никто не пытается моделировать? Делали. Вон сидит человек. Вон-вон-вон. А? Ну, это не пешеходные потоки, а именно вот у Макса есть пешеходная такая карта прикольная. Ну, пешеходные эти, пешеходная доступность, ну, в общем, ОСМ используют. Ну, я не знаю, сколько, полгода назад выкладывал. Вы сделали на основе пешеходные... С пешеходной доступностью. Ну, не доступность, а там что-то было связано на этот завязан. Вспоминайте. Нет, не метро, нет, не инвалидная. Нет, нет, ну, мы делали доступность, она не пешеходная, просто... и пешеходные булочки, или пешеходные улицы были, они были разными цветами, там все... Да, 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 да. Нет, ну это просто для картинки, там не было, нет, анализа. Нет, ну все равно картинка хорошая получилась. Ну, это вот просто стрит-мэп. Да, ну а какие данные еще используют? Какие данные? Других нет. Не знаю. Никто не готов давать. Мы начали с опытом стрит-мэп, поэтому... Обычно, когда речь заходит о каких-то нестандартных вещах, там, включающихся, там, уже, не знаю, демонстрации транспорта, то, действительно, кроме какого ОСМ, данные взять обычно не пьют. Понятно. Поэтому, да. Сейчас вот, здесь последние новости по поводу того, что Digital Globe через Mapbox дал данные. А в итоге, что они дали, какие они данные дали, что за снимки, разрешения, как они будут вообще использоваться теперь. То есть, получается так, что фактически ОСМ как бы принял решение, что эти... То есть, теперь снимки можно обрисовывать непосредственно в ОСМе будет и эти данные выкладывать. То есть, никто не будет говорить, что вы там... То есть, ну, как я понимаю, да, там, нельзя было зайти в Google Earth, отрисовать, экспортнуть потом эти шейты в ОСМ и сказать, что это все правильно, я сам, типа, нарисовал. Это некрасиво. А теперь получается, что так можно делать. Будет... Как вот, что-то... Уже к чему-то пришли... Идеологически так нельзя делать... Да, это понятно. И потом. Но потому что DigitalBlock действительно дал данные по всему миру до 17-го... На Zoom, да. На Европу, США, до 19-го. Плюс они там собирались еще какие-то особо выделенные города давать более детально. Годя, они по всему миру дали, они дали то, что у них с Mapbox договорено. Здесь проблема в том, что новость сама немного некорректная. Вот да. DigitalBlock в OpenStreetMap ничего не давал. Он дал Mapbox разрешение, те снимки, которые Mapbox у них купил, это далеко не все снимки, они довольно старые вообще, вот, их обрисовывать специально для OpenStreetMap, либо в коммерческих целях. Слушай, а у Mapbox уже точно должно быть покрытие, да? В виде какого-нибудь там шейф-файла или там... Скорее всего, да. Тогда попросим у них, пусть дадут. Уже попросили, как только новость вышла, но они что-то мутят. Упс! У них же не бесконечный ресурс, они вот вчера открыли инструмент, чтобы жаловаться на плохие снимки, допустим. То есть они сказали, что они собираются полмиллиона квадратных километров закупать в ближайшее время. Давайте вы обозначите, какие места нужно в первую очередь покупать. Полмиллиона это нормально. То есть Яндекс недавно объявлял 9 миллионов километров. Это выложил. Да нет, у них то есть больше. В самом мире мы после Яндекса. Да. Вспомните, Росвиестер 17 миллионов. А вот вопрос все-таки получается, какие данные-то они дали-то? То есть какие-то архивные там пятилетние данности? Они не дали никакие данные, они дали снимки. Ну снимки, да. Ну а что это за снимки? Те, что купил Мобокс, реально они выглядят в основном где-то трех-четырехлетней давности. Трех-четырехлетней давности. Ну плюс-минус. А 17-й? Ну, но самая главная не давность, а площадь покрытия. И она выглядит значительно больше, чем у Бинга. Чем было на самом деле. Ну это получается Квикберт, наверное, да, и Worldview 1, наверное. Наверное. Можно даже делать. А 17-й зум, это я извиняюсь, это сколько получается? Это какое разрешение? Точно такое же, как у Бинга. Нет, просто 17-й зум, я считал, да, как-то. Это где-то 0,8, 0,7. Ну, в общем, почти предел, короче. Ну да. Здорово. Так эти, вот, то есть, трех-четырехлетней давности, например, если, то есть, лежат в эсэме данные, они все равно имеют такую временную метку определенную на дату создания, да. Вот. То есть, получается, если сейчас мы видим на данных Mapbox'а, что тут реально что-то изменилось, то есть смело идет вправка, и Mapbox'ом будет являться подтверждением того, чтобы все-то все изменилось. Теперь, как бы, уже вопросов не будет, откуда взялись эти данные. То есть, там будет стоять какая-то метка, что адресовано по Mapbox'у теперь. Прежде всего нужно понимать, что снимки – это далеко не главный источник данных. Ну, это да, да, да. Ну, теперь, получается, раз они есть, как? А легализация того, что было нарисовано, не совсем... Ну, да, как? Теперь, как этот вопрос будет решаться? Вы просто интересны, все-таки новость такая, ну, достаточно... Ну, по-первых, новость, она свежая, поэтому я думаю, что еще об этом мало. Еще дискуссий не было в этих массовых правилах игры. Да, а во-вторых, ну... По большому счету, она не связана с новостями. То, что с рисованием с Яндекса, она видна на Mapbox'е, оно считается терроризованным, если привязка подходит. Ну, скорее всего, да, просто потому, что я осумеваю, что найдется много людей, которые будут выискивать вот все эти места и докапываться именно до того, когда данные были созданы, когда этот спутник из них были получены. Так что, наверное, да, это будет скорее какая-то амнистика. С осеньками все сложно. С правами осеньки. Да, да, с правами осеньки. Эти данные тоже. А есть представление, вот, в Москве, если в течение суток некоторые улицы, там, изменения тоже появляются в СССР, сколько людей, в принципе, волонтеров, полупрофессионалов или совсем новичков пишут что-то в опыт стрит-мэн? Вот их там 10, 100, 10 тысяч, 100 тысяч. А в Москву, если я правильно помню, что только 250-300 человек было. Кирилл должен знать. Кирилл должен знать. Да, ну там же разная. Да, точная цифра. 150 редакторов за сколько, за 2 недели. Ну, вот это звучит как бы реалистично, это хорошая, на мой взгляд, цифра, но тогда получается... Просто они распространены очень по-разному. То есть, могут быть, улицу там закрыли 2 недели назад, а никто это не нарисовал, потому что он там не живет рядом, или ему лень, или он там... Ну, опять же, редакторы это относительно, понимаете, то есть... Да, ну, да, так сказать, редакторы тоже будут разные. Там пришел, что-то нарисовал и ушел. Или, допустим, человек действительно рисует в OpenStreetMob, там, я не знаю, в Москве на протяжении всего года. В Москве много редакторов, там каких-то других территорий, там, так сказать, не очень много. Там 10 территорий вообще без редакторов. Но там с крупными городами, так сказать, очень благополучно. Если интересно, я потом могу показать, по-статистике. Пиша, Ворота. Недавно была публикация сравнения с народными картами. А что можете сказать про Mapmaker, которого в России сейчас нет? Как он в мире летит? В России, а по-серкому, в России лучше. Как в мире летит Mapmaker? В мире, ну, это сильно зависит от региона. То есть, скажем, в Беларуси, если брать, то там, ну, наверное, будет какой-то более-менее паритет. Там Mapmaker неожиданно популярен. Да, потому что там, с одной стороны, популярен Mapmaker, а с другой стороны, там есть большое, достаточно активное сообщество ойсэммеров, которые хорошо отрисовали страну там. Поэтому, а в Индии, если я не ошибаюсь, там Google проводил эксперимент, они там платили студентам и местным жителям, которые вот ходили и рисовали там какие-то города в Mapmaker, собственно, там, естественно, в этой части Mapmaker будет выигрывать, потому что обычно, чем беднее страна, тем хуже она нарисована, потому что, естественно, людям не так арт. Вот, поэтому, там, Индия и Юго-Восточная Азия вообще, вот у них там не очень хорошо с данными. В ОСМ, но Mapmaker там тоже плохо, но просто вот из-за каких-то точечных экспериментов таких вещей, там могут быть больше. Да, Mapmaker, это же, так сказать, система не пилит, туда ты рисуешь и обратно. Да, непротив. Поэтому, так сложно сказать, надо специально искать, смотреть, сравнивать. А в Калининграде там одно время он проявился у нас? Нет? Нет, ничего не слушал. Было, было. Расскажи, давай. Даже ссылку, я там где-то пустил, что в Калининграде мы об этом не работали. Не в курсе, что ли? Я, в Калининграде мы как-то за ним не следеваем. Напиши статью, для что с ним. Это должно было, я не знаю, сейчас. Ну, что делать? Размо. Коля? Ты что, сколько вы спросите? Да, я хотел спросить, а какие данные в OpenStreetMap заносить нельзя или не рекомендуется? Ну, к примеру, Коль, мы уже просустили лет 6, но я не могу вас обозначить. Молдует! Нет, я не с юридической точки зрения. Извини. Например, есть большой массив там, скажем, изолиней. Вот ты показывал карты с рельефом, например, карты с рельефом гугла, они содержат изолиней, а я хочу там в OpenStreetMap это увидеть, чтобы не с СВО там сервера их хранить, а... Вообще, если брать изолиней именно, то теоретически в OSM можно их хранить, там предусмотрены определенные теги для этого, но таким общественным договором с соглашением является то, что это делать не стоит, потому что их много, они будут захламлять карту и вообще. Поэтому обычно их, если делают, то хранят где-то отдельно, а потом при рендере сливают вместе и там что-то показывают. Из других данных, которые хранить не стоит, это какие-то быстро меняющиеся данные. То есть, были попытки хранить, скажем, Wi-Fi точки, расположение базовых станций, софтовой связи и такие вот подобные вещи, которые, ну, с одной стороны, да, полезны, наверное, на карте, с другой стороны, ну, понятно, что они слишком часто меняются и особую толку от них именно в этой карте нет. Может хранить где-то отдельно, а потом вот при необходимости обработать, как-то сливать вместе. А еще одним таким данным, которые хранить не стоит, именно в основной базе данных, были попытки рисовать исторические карты, то есть, вносить данные, которые там, об улицах, которые уже переименовали, но переименованные улицы, если улица сама по себе осталась на местности, то это еще ладно, просто старые названия. А улицы, которые проходили раньше, а потом там их закопали, это вот уже делать не стоит, потому что они тоже захламляют карту, захламляют данные. Опять же, для этого можно хранить где-то отдельно, а потом накладывать, скажем, на существующие улицы или что-то еще такое дело. А что еще может быть такого? Ну, какие-то объекты, так сказать, самовыражения, например, так сказать, комментарии, так сказать, к Пойе, я посетил, да, и мне там понравилось. Две недели назад кто-то предложил новый тег для облицовки облаков. Да, нам какое-то время пытались хранить контуры спутниковых снимков, которые есть на данном месте. Пожарки уже все выберели? Ну, ну, скорее всего, нет. следующего пожара 2010 года по Москве активизировались все. Нужно устроить? Спасибо, не надо. С ним должен быть пожар. Смотри, привлеку за разжигание. И разнообразие там хранить везьян. Спасибо.